Осенний призыв стартовал. Чтобы ближе познакомить потенциальных защитников родины с историей и достижениями российских военных, а также тонкостями армейской жизни, их пригласили в Центральный научно-исследовательский испытательный институт инженерных войск в Нахабино. Более 500 молодых людей первым делом отправляются в музей учреждения. Лично мне, как гражданину России, мне интересна история нашей страны, то, что происходило здесь, в том числе и войны. Мне понравились модели различных военной техники. Они сделаны очень качественно и продуманно. Все очень точно. В числе гостей института школьники и студенты. Многие молодые люди пока не определились, в каких войсках хотели бы служить. Но что долг родине отдать нужно, уверены всем. Я считаю, что нужно служить, потому что каждый мужчина должен пройти этот путь. И после армии каждый парень, так сказать, выходит уже настоящим мужчиной и готов продолжать свой путь дальше. Троим из ребят, посетивших исследовательский институт, на воинскую службу предстоит отправиться уже 22 октября. Им вручают повестки на торжественном построении. Вместе с этими ребятами в этот день новобранцами станут еще семь красногорцев. Ребята уже окончили. Кто среднее профессиональное, кто среднее общее образование получили. И решили не для того, чтобы не прерывать обучение, со своими ровесниками уйти в армию, а служить вооруженных силы. После построения экскурсия по территории института. Об инженерной технике и фортификационных сооружениях ребятам не только рассказывают, но и демонстрируют их наглядно. Реконструкция – отличный способ познакомить будущих военных со средствами, используемыми войсками как во время Великой Отечественной войны, так и в современной армии. Знания лишними не бывают. Из 140 новобранцев этого осеннего призыва кому-то наверняка выпадет честь служить в инженерных войсках.